Я расскажу вам, что гниет прямо сейчас у вас в животе из тех продуктов, которые вы ели вполне возможно сегодня. И это правда, что некоторые продукты реально гниют. Вы все наверняка слышали, что мясо гниет, все наверняка слышали, что некоторые овощи это могут делать. Сейчас с вами разберемся, что по-настоящему гниет, насколько это опасно для вас и что вы можете с этим сделать. Пальцем наверх поддерживайте, подписывайтесь, ребята. Все, кто к нам присоединяются с нуля. Меня зовут Алексей Воронин, автор, ведущий, диетолог, работаю уже много лет на рамках нашего курса, который называется ПГ-марафон. Мы имеем лицензию Минздрава Чесской Республики и работаем на благо наших драгоценных марафонцев уже 8 лет. 9 тысяч выпускников, бесконечное количество рассмотренных анализов, спасенных жизней. Вся эта практика строго для вас в этих эфирах концентрируется на темах здоровья. И вы можете взять в свои руки вопросы здоровья, ребята, если вы подойдете к вопросу ответственно. Очень просто. Значит, сегодня тема у нас с вами по поводу гниющей пищи. Вы все слышали, знаете, что, например, на ночь есть нельзя, потому что гниет еда. Вы все слышали, видели, знаете точно, что может желудок остановиться и там начинает гнить. 100% вы слышали такие истории. И вот мы с вами можем открыть, значит, очень интересную такую вот... Давайте начнем со значений. Что такое слово гнить? Если мы с вами возьмем разрушаться, подвергаться органическому разложению. Гнить, да? И немножечко у нас с вами, значит, Oxford Dictionary, да? Британский большой, значит, толковый словарь. На английском слово rot означает гнить. И, значит, немножечко более развернуто, да? The meaning of the word rot. Значение слова гнить. Значит, decay or cause of decay by action of bacteria or fungi. Декомпоузе, разлагать, гнить, раскладывать, да, на составляющие при помощи бактерий и, значит, грибков разнообразных. То есть немножечко более развернуто. То есть гнить, это разлагаться на элементарные частицы под воздействием бактерий или разнообразных типов гриба. В вашем кишечнике, если вы не знали, значит, бактерии, ребята, бактерии, ребята, не просто много, не просто, значит, какое-то там непонятное количество. Их разных видов, во-первых, большущее количество. 10 триллионов, если быть точным, в тонком кишечнике бактерий. И у человека в тонком кишечнике доминирующая флора, которая позволяет нам с вами усваивать съеденное. И вот эти бактерии, которые живут в вашем тонком кишечнике, они вам жизнь сохраняют. Они питаются определенными типами калорий, которые вы не можете переварить. Ну, вот так мы назовем. Эти типы калорий называются клетчатка. У нас есть органическая и неорганическая, точнее, soluble and non-soluble. Она вся органическая, то есть растворимая или нерастворимая, вот так правильно перевести. И вы вычитаете всегда клетчатку из общего количества углеводов, но суть в том, что часть продуктов, которые богаты клетчаткой, номинально не перевариваются, а гниют под воздействием бактерий и грибка. В этом случае под воздействием бактерий, коих в вашем кишечнике великое множество. И вот эти грибочки, да, и вот эти бактерии, они все потребляют эту клетчатку, нерастворимую клетчатку, и говорят вам гигантское спасибо, потому что они образуют вашу защитную, значит, часть кишечного иммунитета. И какие бактерии нуждаются в каких калориях? Смотрите, какая штука. Продукты, которые не могут быть переварены, а они ферментируются, и вы можете узнать о ферментации или гниении под воздействием бактерий. Из бобовых, например. Вы съедаете бобовые, вы все знаете, наелся гороха, наелся фасоли. Вы все слышали эти приколы, что будешь пукать, простите, пожалуйста. Почему ты будешь пукать от бобовых и фасоли? Потому что в них очень много клетчатки, которую ваш кишечник не может абсорбировать. Но ваши бактерии говорят вам огромное спасибо. И они начинают активно питаться этим всем мероприятием и получать пользу. Мы не говорим, что нужно или не нужно есть фасоль. Фасоль мы стараемся есть в меньших количествах, потому что в ней есть все-таки углеводы. Но, например, есть другие продукты, которые вы точно знаете суперполезны. Например, продается пшеничная клетчатка в чистом виде. Она тоже не может быть переварена и усвоена вами непосредственно. Значит, вот смотрите, клетчатка, тут побега в пшенице. Фишка клетчатки в том, что она вся не переваривается. Клетчатка служит только питанием для пробиотической флоры. Поэтому, например, лук, чеснок тоже они ферментируются в кишечнике. Клетчатка и, например, овес, ну или овсяная каша и прочие другие замечательные. Когда у вас сильные процессы гниения и что-то не усваивается, а вы наелись много вот этих групп продуктов, которые дают вашему кишечнику питание. Это не значит, что это плохо. Это значит, что ваши бактерии получают питание. Когда есть слишком много вздутия, когда много вот этой клетчатки нерастворимой, у вас вздутие, газодискомфорт, боли рези. И в этом случае часто мы слышим, что мясо гниет в желудке, но мясо не содержит в себе ни грамма клетчатки. И самое интересное, что мясо еще до попадения в толстый кишечник будет не просто усвоено, а полностью на все 100% усвоено. Мясо. Мясо не содержит клетчатки, мясо не гниет в желудке. Когда вы слышите от людей, которые вам говорят, что мясо, съеденное там на ночь, будет гнить в желудке, это люди, которые очень мало чего понимают в физиологии человека. Очень мало чего. Это люди, которые по-прежнему считают, что растительный тип питания или там отказ от мяса. Мы вчера делали по мясу большой ролик, и мы с вами разбирались, что мясо не является ни канцерогеном, не является ни ингибитором либидо, не ухудшает холестерин и не приводит к диабету. Очень много мифов от недопонимания. И вот вчерашний ролик о мясе, вы можете посмотреть, там много информации. Но самая распространенная байка и сказка по поводу того, что мясо не гниет в желудке, если на ночь поесть. Ребята, когда вы поели, усиливается перистальтика, вырабатывается мелатонин, и вам хочется спать. Это естественный процесс. Поесть и уснуть. Абсолютно естественный иллюционный процесс. И поесть во второй половине дня, и потом уснуть, это самый базовый процесс вообще в принципе переваривания. У вас так работает. Еда способствует выработке мелатонина. Когда кишечник, когда усиливается перистальтика, включается парасимпатическая нервная система, кишечник начинает стимулировать выработку мелатонина в вашем мозге. В шишковидном теле, если быть точным. И вам хочется спать. Поэтому после обеда, например, когда вы на работе чуть-чуть, немножечко, где-то как-то покушали, у вас уже работа не идет, а хочется просто задремать. Мясо не то, что не гниет. Мясо даже до прямой кишки. До колон называется на английском. Толком не доходит. Оно, мясо в вашем тонком кишечнике, все полностью абсорбируется вот этими бактериями. Потому что доминирует у нас с вами тонкий кишечник на толстым. В тонком кишечнике доминирующие бактерии, коих 10 триллионов, это огромное количество. Они потребляют клетчатку и помогают твоему мясу, которое было предпереварено вашим желудком с правильным PH, быть усвоенным. И все аминокислоты в этих стеночках этого кишечника, они абсорбируются и попадают к вам в кровь. И ваши вот эти аминокислоты, которые 10, 12, 14 часов медленно дают тебе вот этот белок, разложенный на аминокислоты, при помощи бактерий, которых вы покормили клетчаткой. Вот он дает вам возможность иметь кожу, волосы, ногти, мускулы ваши, опорно-двигательные. Вот эти аминокислоты, коллагена, о котором мы все слышали. Вот этот кусок мяса, который в тонком кишечнике усвоен, был 150 раз до того, как дошел до толстого кишечника. Вот он был переварен, усвоен и дал вам пользу. И когда запоры случаются, это означает, что у нас может быть недостаточно жидкости или переизбыток глютена, который относится у нас с вами к вот этой прекрасной истории. Злаковые. И злаковая клетчатка, она питает бактерии, но она не переваривается, она вами не усваивается. А злаковый белок, глютен, вызывает воспаление в кишечнике, газы, вздутие, боли, рези. И часто мы видим ребят, которые пообедали бутербродом с хлебом, вздутие. Дальше, например, лохол или что-то типа где-то где энзимы помогают справиться со съеденным глютеном. Значит, смотрите, какая штука. По поводу диеты, корневор или вообще в принципе как бы употребление мяса. Когда ко мне приходят пациенты и говорят, Алексей, боли, вздутие, дискомфорт, рези и прочая другая история. Я говорю, спокойно, сейчас все порешаем. Значит, смотрите, какая штука. Перейдя на корневор или проще сказать, вы составляете свое меню дневное хоть на пару дней. Кусочек мяса и очень ограниченное количество овощей, чтобы уменьшить количество клетчатки, чтобы разгрузить ваш кишечник. Ненадолго, разгрузите. Кусок мяса и помидор-огурец, стандартный салат, который не дает тебе большой нагрузки на кишечник, избавляют от боли, дискомфорта, рези, синдрома раздраженного кишечника. Синдрома дырявого кишечника, от синдрома избыточного, это называется Сиберсиндром, избыточного бактериального роста в тонком кишечнике бактерий толстого кишечника. Все это лечится корневор-диетой, которая прекрасно подходит вашему кишечнику и очень нам с вами выгодно, потому что мы эволюционировали, употребляя в пищу продукты животного происхождения. И вы можете увидеть, что более свойственно для определенного вида млекопитающих, посмотрев на их анатомию. У человека разумного, значит, вот у меня здесь есть много замечательных схематических изображений, тонкий кишечник доминирует над толстым. И ПАЖ желудки полтора, это означает, что ПАЖ готов работать с продуктами животного происхождения, типа мяса, а тонкий кишечник дает возможность нам абсорбировать эти аминокислоты. А в тонком кишечнике, когда доминация, это означает, что вот этому существу, млекопитающему, свойственно больше животная пища. А если у вас толстый кишечник доминирует над тонким, и ПАЖ желудки не полтора, а выше, значит, растительная система питания больше подходит. Например, у коровы, у овцы, ту, которую любят часто давать пример. Например, а вот смотрите, горилла ест столько листьев, и она вот как бы, собственно, большая, сильная и здоровая. Фишка в том, что у гориллы толстый кишечник над тонким доминирует, ПАЖ в желудке соответствующий, и у коровы точно так же, например, ПАЖ, и ферментация проходит просто нон-стоп. И они едят все время. А вы не созданы есть все время. Если вы будете есть все время, у вас будет метаболический синдром, и вы уйдете от рака, диабета или инсульта. Все очень просто. Поэтому, ребята, фишка, она такая, знаете, простая достаточно. Пойми, как устроен механизм, да, и начни пользоваться корректно. Если ты понимаешь, что таблетом или планшетом, таблет это на чешском у нас, да, таблет или планшет, можно использовать вот так, как замечательно, да, то вы не будете им забивать гвозди. Вы понимаете, что планшет это классный инструмент, но для определенных целей. Точно так же ваш кишечник и ваше тело, оно создано с пометкой на определенные правильные качественные калории. Понимаете, какая штука. Если ты даешь некачественные калории, то начинает что-то ломаться, начинает что-то идти не так. Я тысячи таких анализов разобрал от наших замечательных участников по гоморафону, которые пришли и спасли себе здоровье, просто начав правильно пользоваться телом. Тело ведь хочет быть здоровым, понимаете. Задача любого, хоть одноклеточного, хоть многоклеточного, выжить и размножиться. Очень просто. Если ты не будешь хотя бы мешать, тело будет регенерировать. У нас есть прекрасные процессы, которые помогают с регенерацией, восстановлением и заживлением. Я вас очень приглашаю, всех, ребята, наших драгоценных новичков, особенно, которые к нам идут на ПГ-марафон 13 октября. Прямо сейчас приходите к регистрации, где я уже лично буду вас консультировать. И если ваше здоровье тотальный приоритет, ждем вас у нас на октябрьском сезоне. Если же, ребята, вы к нам не можете присоединиться по той или иной причине, или, естественно, у нас ограничена очень ситуация со сбором, всего 50 свободных мест, ребят. В Инстаграме нас смотрят полтора миллиона, в Ютьюбе 4 миллиона. Места очень забирают интенсивно. Поэтому я просто говорю, постарайтесь присоединиться к нашему октябрьскому сезону быстрее, чтобы на вас хватило свободных мест. Вот здесь под роликом вы раскликиваете описание. Инструкции, как к нам присоединиться. pgmarathon.gmail.com, только это почта, что входит в программу. Здесь весь инструктаж, как нам подать заявку. И в Инстаграме первый самый пост. Значит, вот здесь вы на него нажимаете. У вас открывается вот эта публикация. Написано регистрация в новый сезон открыта. Или старт уже в это воскресенье, в зависимости от времени, когда вы его смотрите. И в описании под роликом инструкции, как к нам присоединиться. А я буду сейчас отвечать на ваши замечательные вопросы, как всегда, комментируя, консультируя и помогая вам прямо сейчас всем, что у меня есть, ребята. Знания, мотивация и, конечно, ответы на ваши вопросы. Это приоритет. Поехали дальше. На воде делаю голод. Четвертый день. Молодец. Очень хорошо. Пью три литра. Значит, хожу в уборную. Значит, смотрите, от непонимания процессов, вы думаете, что если вы много пьете и ходите в уборную, у вас что-то там выводится. Кальций, в первую очередь, у людей выводится. Значит, больше всего, когда вы пьете много воды неправильной. То есть, если вы пьете натриевые воды, магниевые воды, если вы пьете правильную воду, которая дает вам электролитный баланс, вы можете ее пить, но относительно столько, сколько вам хочется. Если вы пьете воду, у которой плоский минеральный профиль, вы ходите в уборную и теряете больше, чем потребляете этих минералов. И вам будет еще больше хотеться пить, потому что ваше тело отправляет вам сигнал в виде жажды, что нам нужна вода. Но тело вам не может пустить сигнал в виде какого-то другого ощущения, говоря вам о том, что вам нужен калий или натрий или магний или какой-то другой электролит. Ваше тело вам пускает задачу, да, вот, скажем, ощущение жажды, говорит о том, что что-то с электролитами, ну, excessive thirst называется, сильная регулярная жажда, полтора-два литра в день это нормально. Но если вам постоянно хочется пить, или вопрос электролитов, или здесь уже может быть вопрос преддиабета-диабета, тоже прям, вполне абсолютно реальная история. Придиабет-диабет это супер распространенная гигантская проблема, где глюкоза выводится с мочой, тело уже не справляется, и диагностика, одна из инструментов диагностики, это когда вы ночью ходите там 3-4 раза пописать. Так, берем дальше. Можно ли практиковать закаливание только летом? Можно ли практиковать походы в тренажерный зал до того, как станет сложно? Понимаете? Весь смысл закаливания в чем? Чтобы вы находились в стрессовом, холодном каком-то, да, формате, всегда, регулярно, 60-90 секунд и прочее, но у вас же холодный душ не отключается, летом, зимой, или осенью, или весной. Ну, предмет, может быть, если вы живете в Испании, и у вас вода летом теплее, а зимой холоднее, факт. Или там она вообще жаркая, теплая, да, там, а зимой она чуть-чуть охлаждена. Короче, смысл в том, что вера Бога в дырочку, как говорится, да, опять мой хороший товарищ, который ходил в замечательную еврейскую школу, всегда, точно так же, как мы, всегда, точно так же, как мы не ходим в зал, только тогда, когда удобно, да. Это очень важно. Так, чемпионы, пальцем наверх, пожалуйста, подержите и подписывайтесь, потому что мы с вами каждый день в трудах выкладываемся на все 200% и пытаемся отдавать вам каждый, каждый день, ребята, важные советы. Пожалуйста, будьте сильными вместе со мной. Чем повысить давление при Сибр? Пить воду и не забывайте яблочный уксус добавлять после еды, например, там, 2-3 столовые или бетаин, такая добавка помогает лучше усвоить ваше железо. Нужно ли делать клизмы на сухом голоде? Зачем? Пожалуйста, вот эта вот история, я вот вижу все время. А вот давайте сделаем клизмы, а вот давайте сделаем какие-нибудь там, значит, дюбажи, чтоб желчь там, да, или еще какая-то. Вот откуда вы это берете, я не понимаю. Смотрите, если вы нормально кушаете, если у вас все стабильно, ровно, да, с рационом, у вас не будет необходимости делать никакие клизмы. Что такое нормальный рацион? Ну, я вам все время повторяю. Мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры. То есть стандартное, нормальное питание для человека разумного. Если вы едите чепуху какую-то постоянно, если вы едите мусор, не поймите, ну, как бы не в обиду сказано, да, и не там как-то криво. Если вы едите, очень много людей едят некорректно для кишечника. Возникают запоры, возникают ситуации, в которых мы не можем сходить в туалет, потому что, смотрите, многогранная история. Возьмем простое меню обычного человека. Обычного человека мы возьмем, простой меню. Ты садишься обедать. Что у тебя на обед? Тарелка супа. Значит, макароны с котлетой. Компот и булочка с вишней. Нормальное, классическое, стандартное трехкомпонентное питание. Мы все привыкли знать, что это полезно, хорошо. Суп хорошо для животика. Макароны с котлетой. Нормальная домашняя стряпня. И на сладкий стол вы получаете булочку с вишней и компот. Что я в этом вижу? Я в этом вижу 60, даже 70 процентов калорий из углеводов. Это не с умыслом вам навредить. Это потому, что это дешево. Вы можете небольшим количеством денег накормить гигантское количество людей. А ваше тело получает отсутствие голода и вкусно. Очень вкусно. Со временем вы наверняка выпьете какое-то количество алкоголя. Вы наверняка понервничаете. Скорее всего вы заболеете в осенне-зимний период и пропьете антибиотики, и не пропьете пробиотик. И вот со временем постепенно, потихоньку, понемногу, по капельке, по чуточке, по граммушке начинает ваша флора кишечника гибнуть. И вы по-прежнему едите нормальную домашнюю еду, где 60-70 процентов углеводов, у вас постепенно жиреет печень, отлюбливает поджелудочная, нет инзимов. Достаточно, потому что 60-70 процентов углеводов, они куда-то деться должны, поймите. То есть мысль о том, что супчик это полезно, очень некорректно. Нельзя говорить, что супчик это очень полезно и хорошо для желудка. Нужно понимать, что ты берешь по калориям. То есть жиденькое важно для живота. Да, неправда. Вы, во-первых, там повышаете по аж в желудке, ну да хрен бы с ним. Вода, картошка, макароны и может быть какой-то жир. Где это дает вам аминокислоты, которые нужны вашему телу? Где это дает вам про или пребиотики? Где это дает вам качественные жиры? Это просто займет часть желудка. Где тарелка макарон с котлетой в панировке дают вам хоть какие-то нормальные калории, из которых вы должны строить. Еще раз. Вот вы на себя посмотрите в зеркало, да? И вы видите, ваше тело, да? Мышцы все там, да? Вот это все, из чего вы состоите. Волосы, ногти, зубы, кости, да? Вот это вот, вся вот эта вот, ваша мясная колесница, как говорится. Из чего это строится? Это строится из аминокислот, понимаете? Ваша мясная колесница, простите, пожалуйста, ваше тело строится из аминокислот. Аминокислоты вы получаете из белка, и вы их получаете 20 из 1 грамма белка. И в день вам нужно, чтобы ваше тело получало относительно все, что необходимо, на 1 килограмм массы тела 1 грамм белка как минимум. А если вы тренируетесь, то 1,5 грамма белка на килограмм массы тела как минимум. И вот такое меню, где суп, макароны, котлета, булочка и компот дают вам 0,3 грамма белка на килограмм массы тела. Это если повезет. Потому что такое меню, помимо всего прочего, понижает еще работу кишечника, так как вы отхватите глютена из макарон. И крахмал из вашей картошки передаст большой привет вашей поджелудочной. Так вот, со временем жиреет печень такого меню. Со временем ухудшается работа кишечника от обычной жизни обычного человека. И дальше мы съедаем, не получаем пищеварительных энзимов от ожиревшей печени и поджелудочной, которая передает большой привет, потому что такое количество инсулина, оно уже не справляется. Энзимами она уже не может нормально нас обеспечить. То есть беда, горе, ну... И дальше у вас нормально ничего не переваривается. Оно останавливается. И у вас вот здесь там какое-то там уплотнение где-то там в кишечнике. И вы там такие, о боже, нужно там слабительное. И наступает момент, в котором вы как бы незаметно очутились, потому что по принципу, ну нормально же было. С чего проблемы, непонятно. И вот люди не понимают, что они не то, чтобы по принципу, с чего проблемы непонятны. Люди по принципу, мы будем брать на абордаж и штурмовать всячески ваше тело и ждать, что тело будет нормально этому сопротивляться все время. Не, рано или поздно что-то ломается. И вот кишечник вам показывает. Начинаются запоры, начинаются боли. И дальше история. А давайте сделаем клизмы. А давайте сделаем дюбаж. А давайте сделаем какие-нибудь там свечки. Еще какую-то историю. Ну как бы это, простите, полбред, да. То есть вымыть водой то, что должно при сокращении вашего кишечника быть выведено. И дальше там геморрои, дальше полипы. Вот эта вот вся история. Ну грустно на это смотреть, да. Когда люди не могут ходить в туалет нормально. И продолжают же есть так, как они ели до этого. Никто не делает анализ их поведения на кухне с едой. Беда. Значит, парень 185 рост. Хороший рост. 82 вес хороший. Какие гормоны сдать при подкожных... При подкожниках. Инсулин, ДГТ. Значит, смотрите. Присутствует переловка, чечевица, крупы, черный хлеб. Ну вот, вам ничего не нужно сдавать. Вы же сами перечислили, да, вот сейчас. Вы сами элементарно перечислили все то, что нужно исключить. Зачем вам сдавать это все? Поймите, вот многие ребята спрашивают Алексея, какие гормоны сдать. Вот смотрите, приходят ко мне ученики в ПГ-марафон. Я говорю, ребята, вы сдаете вот этот список анализов, или когда они прошли регистрацию, они могут получить по запросу список анализов раньше, чтобы раньше сдать. И дальше вы сдали эти анализы, я их беру, и я вам начинаю их трактовать и говорить, что вам делать, чтобы быть здоровыми людьми. Это называется диагностика с поправкой на ваши жалобы и с контролем через анализы, так? Есть ситуация, в которой люди спрашивают, чего сдать, а что дальше? То есть, кто вам будет говорить, что вам поправить по вашему здоровью, основываясь на ваших анализах? Ну, вы же не понимаете ничего в диагностике. Как вы будете эти анализы использовать? Ну, разве что раздувать там мангал, понимаете, эти распечатки использовать. Или просто вы видите цифры, если вы видите красные цифры, то это вас ведет в ужас. И сколько у меня таких, Алексей, я вижу красные цифры, скорее, можно я запишусь? Я знаю, что набор закончен, но можно, пожалуйста. Ну, как бы, понимаете, вам нужно понимать, как трактовать. Часто хорошие цифры, это высокие цифры, красные цифры. Часто это зеленые цифры, нехорошие цифры, которые в рамках референса. И часто чем ниже, тем лучше. Но люди не понимают, как это правильно трактовать с поправкой на человека, на его образ жизни, на его жалобы, на его историю болезни и прочее. Другие, я даже больше скажу, 95% врачей не понимают, как заниматься корректной диагностикой. Так как они смотрят только очень ограниченный список тех анализов, которые им по брошюрке показаны в этой ситуации. И дальше, в зависимости от показателя гормона или фермента, или какого-то исследования, мы назначаем какие-то препараты и лекарства. Вот это вы должны понять. Мы назначаем какие-то препараты и лекарства, в зависимости от того, что мы увидели в этих исследованиях. И никто даже не думает вам прокомментировать о ваш лайфстайл, о ваш еще какой-то формат, чтобы проблему решить у основания. Понимаете, какая штука? Никто проблему у основания не то, что не решает всем, не то, что опять же все равно. Ну вы представьте себе, вот я работаю в поликлинике, третий этаж, 318 комната. У меня таких кривых больных косых целый этаж. Я должен за смену, чтобы на меня, значит, главврач отделения не тявкал, принять 45 пациентов. И у меня 5 минут на каждого. Я смотрю в цифру, даю направление, даю цифру, даю лекарства, смотрю в цифру, даю рецепт. Все, до свидания. Никто не будет разбираться ни с чем. Нет никакого смысла в принципе. Ну как я за 5 минут проведу консультацию, которую мы с вами, вот смотрите, что мы делаем. Мы с вами все эти годы, каждый божий день, по часу делаем консультации. Плюс еще в ПГ-марафоне я лично консультирую людей. 21 день я консультирую людей. Вот приходят ко мне ученики и пациенты в ПГ-марафон. 21 день я их консультирую, например, как свое здоровье поставить на ноги. И все равно остаются вопросы. Я почему консультации не делаю, потому что за час вы ничего не запомните. Почему каждый день эфиры делаю? Чтобы вы хоть что-то получили из информации, да? А что вы хотите, чтобы обычный врач за 5 минут вам сказал, когда у него, например, на прием есть. Здравствуйте, садитесь, на что жалуетесь. Вот эти анализы, спасибо, вот это лекарство. Пейте так-то, до свидания. Придете, когда станет хуже. Все, так вот оно работает. Нет на это времени. Поэтому ваша святая обязанность заниматься своим здоровьем, ребята. Инвестируйте в себя. Это единственное, во что есть вообще в принципе смысл инвестировать. Значит, поехали дальше. Подскажите, пожалуйста, натощак с утра ем расторопшу. На обед ем мясо, салат. На ужин тоже мясо, салат. Нормально или обед нужно убрать? От обеда пока не могу сказать. Да ешьте, какие проблемы? Но если у вас есть обед, и опять, смотря какой вес, да, если задача сбавлять вес, то вы можете там отодвигать обед чуть-чуть ближе к ужину. Пускай у вас будут два приема пищи, не проблема. Тренируетесь ли вы? Если у вас там 20 тренировок в месяц, то ваши два приема пищи из мяса и салата – это обоснованная история. Ешьте себе на здоровье мясо, салат, идите до этого, присядьте хорошенечко в тренажере Смита, пожмите ногами платформочку, сделайте выпадов, подходов 5 по 30-40 шагов с гантелями там килограмм по 15. Ну и вы заработаете себе на еду. Если у вас 6 тысяч шагов в день, низкая активность и такой себе лайфстайл, ну вы не заработали себе на еду. Ваше тело получает энергию, но оно не получает энергию, которую оно пустит потом впрок, понимаете? Вот в этом такая большая проблема. Тренировка физическая – это базовая потребность любого живого организма. Мы в рамках современной культуры нашей нуждаемся в тренировках, как в воздухе, ребята. Тренировки – это воздух ваш, потому что воздухом вы дышите, без него вы помрете, а без тренировок ваше тело адаптируется. А как адаптируется тело на отсутствие физической активности? Атрофией. Тело адаптируется на отсутствие физической активности атрофией. И отчего болезни, кардиоскулярные вопросы и прочая другая дичь? Атрофия запущенная. Всегда есть какая-то предметная причина. У меня работа, у меня дети, у меня школа, у меня садик, у меня там еще какая-то история. Постоянно у меня есть куча дел. Постоянно я занята, и у меня нет возможности. Ребята, я очень хорошо понимаю, у меня самого трое детей. Постоянная запара, постоянная движуха, в которой просто ты не можешь найти время на себя. И я вам вот клянусь, если бы пользоваться оправданиями, то всегда найдется, почему нет. Но я всячески себя выдавливаю всю возможность из дисциплины. И вы знаете, я каждый день в зале. Ну, фактически с 30 дней, 25 дней в зале. И не потому, что у меня много времени. Я прибегаю, 45 минут, интенсивно потренировался, снял вам ролик. И вперед дальше, да, еще и в зале иногда работают. Ведется там вопрос, анализы, там еще какая-то история. То есть, всегда есть возможность, еще раз, у нас там ни бабушек, ни дедушек, ни пап, ни мам, здесь никаких там крестных или нянь. С тремя детьми, со всей нашей загрузкой, с Дашей мы справляемся в чужой стране. Ну, как в чужой, уже не чужая страна, уже, можно сказать, как бы наша страна, да. Уже 15 лет здесь живем, уже граждане. Смысл в том, что мы рассчитываем только на себя, понимаете. И вы должны рассчитывать не на то, что обстоятельства сложатся так, что вам будет удобно. Вы должны рассчитывать на то, что обстоятельства сложатся так, где вам пофигу, на то, как будет. У вас есть свод правил и пользование вашим телом. Если вы не будете им корректно пользоваться, ну, беда. Так, арахис, все же бобовые угли побольше, чем, например, в грецких. Смотрите, какая штука. Арахис, это супер много белка. И у меня много есть сыроедов, которые налегают на арахис и прочая история. Смотрите, самая большая проблема. Ребята, пожалуйста, запомните. С бобовыми или там арахис, в этом случае мы возьмем с вами, там, с горохом или там с фасолью. Вы нуждаетесь в одном грамме белка на килограмм массы тела, как по умолчанию, да, чтобы не было саркопении, отставания кости, отставания мяса и образования лишнего жира. На фоне тренировок полтора грамма. Это прям минимально нужно для того, чтобы тело адаптировалось и было крепким. То есть белка должно быть много. Но еще раз, мы только что затрагивали с вами тему, что белок, он не весь одинаково создан природой, ровный весь. У вас белок, еще раз, один грамм белка дает вам 20 аминокислот. 20 аминокислот – это то, что нужно вашему телу для того, чтобы построить определенный сложный протеин и дальше использовать его для каких-то целей. Представьте себе, что у вас есть конструктор лего, в котором 100 кусочков. Вы не можете сложить конструктор лего из 80 кусочков. У вас получится херня. И вот в случае с неполноценным аминокислотным профилем, где вы получаете, например, из арахиса, из бобовых, из нута, чечевицы или еще из какой-то органической растительной чепухи, белок. То есть вы получаете 12, 16, 14 аминокислот. И пытаетесь из вот этого вот мутанта, у вас один лего-конструктор из 100 деталек 70, другой из 100 деталек 123, из 100 деталек 165. Вы пытаетесь какого-то франкенштейна слепить, чтобы это было похоже на один законченный хотя бы один конструктор. Но так это не работает. Получается чепуха. Остается очень много гликированных белков, которые у вас постфактум употребление такого объема калорий из углеводов будет. И это приводит нас к другим не самым лучшим сценарием, где поджелудочная передает опять большой привет. Так вот, фишка в том, что вы съедаете, например, 100 грамм белка из арахиса. Чтобы получить 100 грамм белка из арахиса, вы вдумаетесь, вам нужно съесть 4 раза по 100 грамм арахиса. Это дает вам 600 калорий в 100 граммах, 2-400 калорий в 400 граммах арахиса и 100 грамм белка. Невменяемое количество калорий, дичайшая нагрузка на ваш кишечник. Но самое интересное, что 100 грамм белка из арахиса усвоится на 40%. Так работает ваш кишечник. 40% из 100 общих процентов растительного белка может быть усвоено, например, из арахиса. А если вы съедите 100 грамм белка из, например, стейка коровы, вы, чтобы получить 100 грамм белка, должны съесть, ну, возьмем точно так же, как с арахисом, 400 грамм. Ну, из 400 грамм арахиса вы получили 100 грамм белка, усвоилось 40%. И вы получили 2-400 калорий, а чтобы получить 100 грамм белка из говядины, вам нужно съесть 400, хорошо, 500 грамм мяса. И вы получите 1200 калорий. То есть вы за в 2 раза меньше калорийный объем получаете столько же или даже больше белка и усваиваете его на 95%. 90-95. Вот так работает ваш кишечник. И вы получаете 1200 калорий, получаете 40, господи, 100 грамм белка, и вы закрываете все потребности вашего аминокислотного профиля на сегодня. И у вас еще остается столько же или даже больше калорий, которые вы можете пустить на какие-то шалости и прелести. Сделать какие-то десерт, тирамису и оторваться, и кайфануть. А так вы съели 400 грамм арахиса, и все, у вас уже калорийный объем на сегодня закончился. Можете съесть больше, но вы будете жиреть. Так, поехали дальше, спускаемся вниз. Значит, хочу пропить добавку по части аллергии. Какие-то противопоказания в этой добавке, например, гастрит-ремиссии. Вам не нужно от аллергии никаких добавок. Вам нужно от аллергии задавить, задушить, придушить, остановить аутоиммунную реакцию. У меня есть ролик о аллергиях. Пожалуйста, посмотрите. Вам нужно остановить аутоиммунную, агрессивную реакцию вашего иммунитета. Так, скажите, пожалуйста, сколько раз в год курсом принимается траткалия? Регулярно, в течение года, несколько раз в неделю. Вы можете его врать, потому что это расходный минерал. Так, сидел на ума три месяца. Сбросил с 95 до 73. Значит, сорвался, пил пиво каждый день. Набрал вес, выпадают волосы. Значит, расстроился. Это нормально, выживут человек. Я вам рассказывал, как я пытался сделать 48 часов голода для здоровья. А в моем случае это было не для здоровья, а для получения индульгенции или оправдания своей несостоятельности. Короче, я ел. Я ел, как свинья. И вот представьте себе такую ситуацию. Я сегодня... Вот, ребята, я сегодня клянусь себе, что я буду нормально есть. Но я захожу в магазин, и что я вижу? В сезон праздничный в моем любимом магазине в праздничный сезон в Лидле привозят нереально вкусные мурципановые вот такие печеньки. Я говорю себе, сегодня, а завтра я делаю 48. И вот я беру сегодня две пачки этого печенья. Мурципановое печенье не просто калорийное. Оно калорийное на уровне арахиса. Только большая часть там калорий из сахара. Это дичь. Я компульсивно съедаю эти две пачки. Завтра я начинаю делать 48, чтобы... Типа, себе немножечко, да, как бы... И я думаю, блин, ну это же так сложно, так тяжело. Вот сегодня я себе позволю еще две пачки печенья, а завтра точно сделаю 48. И я так собирался месяцами. И вот эта вот история с тем, что ты вчера говорил завтра, она может до бесконечности идти. И все мы люди, все мы имеем прекрасный шанс сегодня себя пробовать, потому что никто же не стоит. Ну и кто не стоял, не говорил, может как бы, ну, собственно, пора, ну, что-то как бы сделать с собой, а не вот этой херней всей заниматься. Я продолжал жрать до тех пор, пока не стало тошно от себя, какой я просто ничтожный чматьландец, понимаете? И вот просто ты в какой-то момент начинаешь ломать внутреннего червя, и этот внутренний червь, он очень не сдается, между прочим. И вот вы там, да, сделали хорошо по прогрессу со своим здоровьем, вы сделали много пользы, вы классно проинвестировали, вы супер круто отработали и про... Ну, просто красавчик, вообще никаких форм... Ну, вообще никаких нет, значит, да, слов и... Ну, супер. И потом вы начинаете пить пиво. Ну, у каждого своя, я себе, своя пита. От пива мне мерзко, но зато от мурцепанового печенья я летаю на крыльях любви. И вот будет момент, как вам сейчас, мерзко, да, и вот сложно подняться с этой точки, подумать, ах, и завтра еще, потому что, ну, какая нахрен разница, еще кайфану, и завтра уже начну точно... Вот эта история с тем, что ты играешь в завтра с собой, она до бесконечной, может быть, истории у тебя продлена. У тебя нет вот курса, да, финальной какой-то достинации. Ее просто нет. Прямо сейчас вы начинаете делать то, что нужно. Вот не завтра, не послезавтра. Мне очень нравятся ребята, которые говорят, я с Нового года, а потом думаю, да какого хрена с Нового года? Лучше сейчас. Зачем уже мелочиться? Давай делать сейчас. И вот вы можете прямо сейчас пойти этим путем, да, вот это пиво, которое у вас есть дома, вы его отдайте кому-то или вылейте в унитаз. Вот эта сигарета, которая у вас есть, выбросите ее в мусорный бак, потому что никому точно никому не нужен этот яд. Вот эта лень, которая у вас в голове, она никуда от вас не денется. Но вы можете прямо сейчас встать, пойти в зал, пройти 90 минут или 60 минут, угол 5, скорость 5, сделать кардио. Или вы можете пойти, сделать пробежку полтора километра, вырыгать какой-нибудь рвотой коричневой, потому что у вас легкие наполненные смолой от ваших сигарет, и понять, боже, какой я кусок говна. Для меня это одна из пиковых точек нижних в моей жизни. Я курил 11 лет, ребята, по полторы пачки тяжелых сигарет в день. И вот я решил пробежать ровно 400 метров. Я добежал до угла двора, меня вырвало прямо вот на лужайке. Кашлял, я не знаю сколько, коричневые, белые хлопья, просто, ну, мерзость. Я понял, боже, какой ужас, вот там в легких и в бронках. Просто надеюсь, что за эти 11 лет я нанес такое количество вреда, которое обратимо, понимаете? Я надеюсь, что это еще обратимо. Значит, так, мои чемпионы, пожалуйста, пальцем наверх и подписывайтесь. Именно это я сейчас и сделаю на ПГ. Просто красота. Расскажите про НО2 после инсульта. Наполнять кровь кислородом, повышать количество кислородов, всем важно. Хотите, чтобы у вас хорошо работала голова? Хотите запоминать классно? Хотите вычислять просто вот мега быстро? Хотите прям вот классно, чтобы у вас кластеры памяти не пропадали и вы не забывали, а закрыла ли я машину, и выключила ли я утюг, а сделал ли я дома, значит, на проветривании окна или оставил их открытыми? А, значит, вот эта вот стиральная машина выключилась или нет? Вот это вот начинается торг в голове, вот эта вот история. Ну, на этой почве, не путать с ОКР, когда ты ОКРишь, обсессивно-компульсивное расстройство, другая тема. Ну, когда реально у тебя краткосрочная, долгосрочная память, ну, беда. Беда просто. Кажется, трофическая беда. И вот, ребята, в этом плане количество кислорода является решающим для вашего мозга. Мозг употребляет 20% энергии и кислорода, энергии, и всего 2% от веса вашего тела. Мозг нуждается в постоянном, корректном питании. Должно быть много кислорода и немного глюкозы. Глюкозы, то есть, 1 чайная ложка на 5 литров крови, это оптимальная концентрация глюкозы для того, чтобы ваша голова работала корректно. Если у тебя инсулиновая резистентность клеток коры головного мозга, то есть, больше глюкозы, чем нужно, ты ешь, то будешь тупить. Количество кислорода повышаете. Хлорофилл, рыбий жир, там, разные добавки, которые повышают эту историю. Тренировки в маске, гипоксические, в принципе, тоже как бы возможно. Поможет ли кетоинтервально по, ну, значит, а, да, все, это не мне. Что делать, если отключен желчный при этом жировой гепатоз? Можно ли так поестественно, значит, а у вас еще не отключен желчный, но он у вас полный камней, скорее всего. Вам нужно вернуть желчный к работе, если это возможно, если он еще в состоянии, лучше всего удалить все камни и вернуть к работе. Вам не просто можно, вам и нужно все это делать. Поймите, многие ребята говорят, а вот камни, да, в желчном будут из-за того, что реже ешь. Ну, вот вы мне скажите, вот у вас желчный, да, и камни, вот у вас уже это беда. Вы ее заработали ведь не потому, что вы пропускали завтрак, а вы заработали ее потому, что вы ели регулярно, как свинка Пепа. Три, четыре, пять, шесть раз в день, ты ешь. Постоянно поражняется желчный, а камни, вы когда-нибудь задумывались, из чего сделаны камни? Из холестерина, ребята, камни из холестерина. И они становятся камнями тогда, когда ты часто ешь. У меня есть ролик на этот пример, как с этим бороться. Значит, что думаете о воде Aqua Angels? Это вот это, дайте я сейчас посмотрю, в стекле, в большущей. Зарабатывается просто на все, на всем, понимаете? И сейчас я посмотрю, Aqua, значит, Angels, мне самому интересно. Да, значит, Aqua Angels, CZ, значит, я когда воду себе выбирал провайдера воды, да, вот это вот, смотрите, как красиво, в бутылке огромная, значит, высокий pH. Не, ну круто, супер, я как бы за. Если вы себе можете ее позволить, да в чем проблема? Я себе ее тогда не мог позволить, и я поэтому вожу воду из, у нас, фонтана возит воду, чешский производитель, хорошо, корочетанная вода, в пластиковых, значит, большущих, вот этих вот 20-литровых бутылках. Да, вообще, как бы, ну, видите, как красиво там, деревянный такой вот, да, как бы, такой, как ящичек, и у вас стеклянная, там, кажется, 16 литров, там не 20 литров. Ну, классная штука, берите. Спасибо за ваши очень важные рекомендации, всех благ, спасибо вам большущим. Значит, так, поехали дальше. Просто, гиохлорид, пепсин был одной из добавок, про которые вы говорили в видео про аллергию. Смотрите, если в аллергическом видео я советую специфические добавки, используйте их вообще, никаких проблем здесь нет. Я полностью поддерживаю каждую из добавок, если вы ее будете чувствовать. Моя задача какая, да, куполом накрыть максимальное количество ваших аллергий, разложив вам в первую очередь по полочкам, и чтобы вы поняли, что аллергия, это всегда последствия аутоиммунной реакции. Так, поехали дальше. Подскажите, пожалуйста, почему бывает так, что человек ест один раз в день и больше не хочет с обычным рационом, где 40% углеводов, ведь наоборот, у него в случае он должен хотеть есть чаще вес 50. Значит, смотрите, какая штука. Смотря, сколько калорий вы потребляете, грелин, гормон голода, вместе с лептином, гормоном сытости, они идут как бы рука об руку. Вот это вот очень важный момент. Рука об руку идущий грелин и лептин, они дают вам или хочу жрать, или, да, как бы достаточно аппетит. Если у вас 40% углеводов, вы следите раз в день и вам не хочется больше есть, слава богу, пока вашему телу хватает калорий и грелин не доминирует, да, а даже лептин, мы скажем, доминирует, слава богу, хорошо, да. Чем больше веса будет лишнего, тем будет меньше чувствительность к лептину, но с одноразовым питанием вряд ли у вас будет больше веса. Здесь за просто какой-то промежуток времени, скорее всего, если вы получаете 40% калорий из одного приема пищи на углеводы, у вас состоится 60% на жиры и белки. Вы будете не добирать белка и жира, и у вас, скорее всего, гормоны съедут на бекрень, и, скорее всего, там начнет форма портиться. Меньше углей, больше белка. Это важно. Ваше тело не строится из углеводов. Углеводы – это отличный источник водорастворимых витаминов и хороший источник клетчатки, но он не является незаменимым. Понимаете, какая штука? Незаменимый – это белок. Если неделю у вас там получается держать такой формат, это не значит, что дальше через год будет все прекрасно и замечательно. Лептин понизить, понижая, вам не нужно понижать лептин, вам нужно вылечить к нему резистентность. И вот здесь такая штука, смотрите, лептин вырабатывается жировой тканью и не дает тебе чувствовать голод лишнего. Люди обычно с лишним весом, ну и всеми остальными прелестями, которые идут с лишним весом, чаще, чем нет, имеют проблему с лептином, так как они постоянно хотят есть. И к лептину, чтобы вернуть чувствительность, вам нужно побороть инсулиновую резистентность. И у меня есть ролик такой в ютюбе, можете писать, Алексей Ворон, инсулиновая резистентность. И когда вы вылечите инсулиновую резистентность, буквально за неделю, и лептиновая резистентность тоже восстанавливается, и вам будет значительно меньше хотеться есть, и ваше тело начинает активнее жиросжигать, и проще удерживать вот этот калорийный дефицит. Можно ли брать радиолу розовую, и лимонник можно? Жарить на оливковом первого отжима можно 100% да. А если оно мутное, лучше в салат. Если оно не мутное, а качественное оливковое такое, желтовато-зеленоватое, на него можно жарить. просто если оно у вас нефильтрованное, не путать с рафинацией, оно может подгорать. Это очень важно. Можно ли пить цинк каждый день по 50 вес 60 мужчинам? Смотрите, каждый день ничего пить не нужно, потому что у вас в любом случае нет потребности каждый день длительное время. Для мужчины цинк категорически важен. Без цинка от базовых, назовем так, мужских вопросов здоровья простаты до иммунной системы. Каждый день 50 цинка не нужно, если вы там пропили месяц, а потом берите пару раз в неделю, этого достаточно. На сливочном масле жарить вы можете, но, например, и яичницу, что-то, что не супер термочувствительное. На сливочном масле вы не пожарите стейк толщиной в два пальца или в три пальца. Оно у вас сгорит. Вам нужно более термически стойкое масло. Почему стейк, когда готовится, мы берем стейк, в идеале стейк готовится на говяжьем жире, ну или на оливковом. И дальше уже потом стейк мы обжарили с нескольких сторон, убрали, дальше в сковородку мы добавили оливковое, простите, сливочное, чеснок, розмарин, вот эту историю, и дальше возвращаем мясо и купаем его в этом масле, и дальше поднимаем внутреннюю температуру до определенной цифры, чтобы у вас получился там medium rare и вся история. Потому что масло, если сразу вы добавите сливочное, оно сгорит, и оно не даст вам ни соуса, ничего. Значит, пятна красные на руках в виде родинок, что это? Очень важно, чтобы вы посмотрели о здоровье кожи, буквально, мы недавно делали, это могут быть красные, кроваво-красные такие родинки, точки такие, не родинки, а прям вот эти вот, как будто маркером нарисовали. Посмотрите, недавно я делал ролик о здоровье вашем, здоровье, как узнать о своем здоровье по состоянию ног. Да, и там я рассказывал. Артроз, чем вылечить? Артроз это комбинация, вы не можете лечить палец, понимаете? Вы должны адресовать суть проблемы артроза. это и там водорастворимый, точнее, жирорастворимый Д3К2, и кальций, и гормон роста, и соловые клетки, и поджелудочная. То есть, это такой комплексный вопрос. У меня есть ролик о артрозе, напишите в YouTube, зайдите потом, написите, Алексей Ворон, артроз. Пожалуйста, посмотрите, комплексно. Вот болит палец, вы думаете, чем его помазать, да, и вам обычный враг скажет, мажьте деклофенаком, или леотоном, или вольтареном, или еще какой-нибудь чепухшней. А я вам говорю, это не в пальце проблема, понимаете. Холестерин 5, ниже нельзя. Значит, ощущение, что не хватает воздуха, тяжело вдохнуть полной грудью. Значит, вот это классическая гипоксия. И только я делал вам ролик о сердечных приступах. Как узнать о сердечном приступе еще до его появления. Есть важные симптомы. И одышка, и невозможность вдохнуть, и нехватка кислорода это один из симптомов. Потому что, если, например, я не говорю, что это у вас, просто говорю, если вы наблюдаете похожие симптомы, посмотрите ролик, дальше могут быть еще смежные симптомы. Например, невозможность вдохнуть сердцу, потому что не хватает кислорода, так как тромб или закупоривание артерий что-то блокирует кислород, попадение крови к сердечной мышце, питание, кислорода не хватает вашему сердцу. И дальше там есть ранние, суперранние, которые за год возникают до актуального сердечного приступа, симптомы, которые, если вы закроете, вы не в зоне риска. Ишемические болезни сердца, ребята, входят в тройку главных убийц современного человека. У вас ишемические болезни сердца, у вас инсульт и у вас рак. И каждый из этих вопросов вы можете уже сегодня начать адресовать, если вы будете бить по метаболическому синдрому. А бить по метаболическому синдрому я учу вас каждый день. Еда, вода, активность. Ролик напишите Алексей Ворон, как работает интервальное голодание. И главный инструмент, как всегда, вот он, он никуда не девается, главный инструмент, боль дисциплины или боль сожаления. Это главный инструмент. Если ты будешь выбирать боль с отсрочкой сожаления и избегать боли дисциплины, ну, далеко мы не уедем. То есть, мои рекомендации, они все основаны на том, что вы осознанно выберете боль дисциплины. Осознанно. Неровные ногти только делали с вами сейчас видео. Добавляйте, пробуйте Д. Значит, 8 из инсулин норма или много роста. Значит, смотрите, Наташенька, рост 160, вес 73, много, должен быть с ростом 160, вес 50, лучше 48. Инсулин за пару дней приходит как бы в норму. То есть, если вы уже едите, он у вас относительно ближе к нижнему туда референцию, это хорошо. Значит, но вес, нужен ПГ-протокол, нужно повышать количество активности, которое вы реализуете на пустой желудок, сделать зону 2 кардио вашим домом номер 2, понимаете? Зона 2 кардио, на дорожке каждый божий день. Угол 5, скорость 5, скорость 115, сердечного ритма, примерно 110-125, 115, 120, 110, 60 минут, 90 минут на пустой желудок. как можно интенсивней помогайте организму избавляться от лишнего. И здесь получается у вас будут активные тренировки, хотя бы кардио еще раз. Мясо, салат после тренировок, после 4 или 5. Потому что если вы поедите и пойдете в зал, особенно будете делать кардио тренировку, вы будете сжигать то, что вы съели. Так, фолликулостимулирующий, значит, хеликобактер, лечить хелик... Пожалуйста. Я уже понял по поводу вашего комментария. Хеликобактер Алексей Ворон, напишите в ютюбе. У меня несколько видео, есть самое свежее, пожалуйста, возьмите. Так, мои чемпионы, значит, капустный сок классная тема. Так, так, так. Вы посмотрите, какие вы молодцы. Пожалуйста, ребята, пальцем поддержите и подписывайтесь. В ютюбе у вас вот здесь вот три точки такие, вы можете нажать, не знаю, вы с айфона, с андроида смотрите. Мы попадаем в шортсами, попадаем везде с нашими вертикальными видео. Просто сверху нажмите вот здесь вот три точки у вас. Выпало меню, поставьте палец и подпишитесь. Потому что вы подписывайтесь на здоровье, ребята. Вы подписывайтесь на ежедневную мотивацию, которая, вы знаете точно, что сюда вы можете прийти и здесь мы единомышленники. Здесь мы никто никого не будет судить, здесь никто никого не будет гнобить, здесь мы будем друг для друга надежным плечом опоры, поддержки и мотивации. Очень сложно работать над собой, особенно когда вокруг анархия происходит и даже близкие тебя не поддерживают. Здесь мы как единомышленники, как лучшие друзья, которые, пускай никогда друг друга не видели, со всех уголков планеты собираемся, ребята, чтобы стать лучшей версией себя. Даст Бог в будущем близкие, родственники, друзья, коллеги, приятели, одноклассники, одногруппники, дети возьмут с вас пример, но на первых порах не ждите, что все прям будут, да, у тебя все получится, да, бывает такое, что все говорят, у тебя все получится, но у тебя ни хрена не получается, потому что у тебя нет внутренней дисциплины, ребята. только самодисциплина позволяет тебе, это лучшее качество, которое может человек иметь, делать то, что нужно. Только дисциплина, делать то, что нужно, а не то, что хочется. И бывает такое, что весь мир тебя поддерживает, а если сам не можешь, то ничего не выйдет. А если весь мир и против, а ты готов и на все тяжкие, значит, готов идти, чтобы реализовать свой, так сказать, потенциал, то, собственно, ребята, тебя никто не остановит. И на этом пути я буду вам от всего сердца стараться помогать. Значит, диарея, чтобы не было диареи, берите ромашковый чай, чтобы нейтрализовать вашу лишнюю желчь. Значит, полезный эфир, обратную связь, ответы, вопросы, и вам огромное спасибо. Здоровье, значит, не сберегла, не хочу портить здоровье детей, пока только в начале пути. Альбинчик, все получится. Вы понимаете, мы, пускай и допустим, выпустили кучу косяков, но ваше тело хочет жить, ваше тело хочет восстанавливаться. Если вы будете с ним за одну команду играть, если вы будете с телом за одну группу боевать, это значит на чешском, то вы будете видеть результаты в регенерации, в восстановлении и в заживлении очень хорошие, очень, 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 но еще раз, только дисциплина. И дети будут с вас парить пример. У нас дети трое, да, дома все полностью под контролем в плане еды, воды, активности, и да, мы, конечно же, стараемся, чтобы им было весело, делаем кучу каких-то десертов, тортиков, им очень нравится. Ну, естественно, как дети, где-то что-то схватили на улице или там на дне рождения, в школе еще. Старайтесь, чтобы дома у вас не было даже на третьей полке в дальнем шкафу какой-то дичи. Вы же не держите в третьем шкафу в дальнем, значит, на дальней полке дозу героина. Вот не держите мусора, алкоголя и прочего. Готовьте, не ленитесь, и все получится, чемпион. А я на этом пути буду с вами каждый день. Все те, кто идут к нам в ПГ-марафон, милости прошу, жду вас на 13 октября. Все те, кто работают самостоятельно дальше, смотрите ролик Алексея Ворон, как работает периодическое голодание. Действуйте, боритесь, и каждый день жду вас в этих прямых эфирах, чемпионы. Спасибо огромное.